Объединительный собор Украинской Православной Церкви пройдет 15 декабря этого года. Это объявил сегодня президент Петр Порошенко. Собор провозгласит создание автокефальной православной церкви на Украине, независимой от Москвы. Также там выберут предстоятеля, который позже получит Томаса об автокефалии в Константинополе, или указ о независимости, другими словами. А это один из самых влиятельных константинопольских епископов, митрополит Гальский Эммануил. Считается, что он курирует весь процесс по предоставлению автокефалии. На собор пригласили всех украинских епископов, существующих юрисдикцией. Однако представители московского патриархата приехать на собор отказались. По их мнению, автокефалия на Украине нарушает каноны. И в Москве уверены, что верующие их поддержат. Православные верующие Украины в большинстве своем принадлежат канонической украинской православной церкви в составе московского патриархата. Они не просили никакой автокефалии и не примут ее из рук патриарха Варфоломея, заявил сегодня митрополит Волоколамский Иларион. Намерение предоставить украинской церкви автокефалию Вселенский собор подтвердил в октябре этого года, 11 октября. И буквально через несколько дней в ответ Синод РПЦ полностью разорвал отношения с Константинополем. О предстоящем соборе поговорим с моим коллегой в Киеве Виталием Червоненко. Виталий, добрый вечер. Во-первых, что касается заявления московского патриархата о том, что они не собираются участвовать в этом объединительном соборе, это как-то скажется на будущей объединенной украинской церкви, может быть, на прихожанах? Какие тут вообще возможны сценарии? Конечно же. Если бы большинство иерархов УПЦ московского патриархата пришли на собор и взяли участие в создании новой церкви, то все бы прошло быстрее и намного проще, чем сейчас мы это видим. Об этом нам даже говорил один из иерархов УПЦ московского патриархата, который поддерживает автокефалию. Но говорить, что все иерархи отказались прийти пока рано. Мы знаем, что как минимум несколько, как минимум трое представителей УПЦ МП, они планируют прийти на этот объединительный собор и они даже подписывали прошение к Вселенскому патриархату предоставить украинской церкви автокефалию. Был и такая информация и есть. К тому же мы знаем, что Константинополь разослал приглашение для участия в соборе всем представителям УПЦ МП в Украине. И они дают понять, что чем больше их будет на вот этом соборе, тем больше влияние они будут иметь как на решение собора, так и на избрание самого предстоятеля, новой церкви. К тому же не надо забывать, что согласно социологическим исследованиям в Украине, большая часть украинцев поддерживает создание украинской автокефальной православной церкви. Но если все-таки они не придут на собор, что тогда будет? Ну, конечно же, легитимность вот этой создания церкви в глазах, как минимум других поместных православных церквей будет намного меньше. И даже в глазах украинцев самих, которые являются прихожанами УПЦ МП, легитимности создания этой церкви будет намного меньше. А внутри самого Киевского патриархата, там есть ли какие-то Киевского патриархата и церквей других юрисдикций православных, там есть какие-то внутри противоречия, ну, помимо противоречия с московскими? И вот насколько вообще ожидается единодушным вот этот собор? Внутри Киевского патриархата есть несколько групп влияния. Говорят, что вот часть иерархов может в какой-то момент, может быть, не поддержать Филарета. Но пока что авторитет Филарета настолько огромен, что предрекать, что часть иерархов не поддержит его и будут как-то голосовать за других кандидатов, пока мы не можем так говорить. Мы знаем, что у Киевского патриархата последние 10-15 лет были очень плохие отношения с Украинской автокефальной православной церковью, которая тоже будет на соборе. Они никак не могли договориться об объединении, потому понятно, что они тоже не будут особенно охотно голосовать за Филарета. И понятно, что если придут часть иерархов УПЦМП на собор, то и у них будут какие-то свои интересы и свои кандидаты на предстоятеля церкви. Потому стоит ожидать, что собор будет достаточно горячим. Нам так и говорили собеседники в Константинополе, хотя погода в Киеве будет холодной, собор будет проходить в очень горячей атмосфере. А когда он пройдет? Допустим, выбрали предстоятеля, предстоятель получил Томас в Константинополе, все, церковь официально стала автокефальной независимой. И что дальше? Ну, дальше будут проходить два параллельных процесса. Вот внутри Украины и за ее пределами. Внутри Украины мы ожидаем целую волну переходов с УПЦМП к новосозданной церкви. Пока сложно говорить, насколько масштабной будет эта волна. Это зависит от многих факторов, в частности, о фигуре предстоятеля новой церкви. Но украинские власти не раз повторяли, что ожидают, что на протяжении нескольких лет около двух третей приходов, может даже епархий, перейдут с Московского Патриархата в эту новую церковь. Конечно же, в Московском Патриархате предрекают некие силовые противостояния, может даже конфликты, может даже с применением силы. Но украинские власти пока обещают, что гарантируют безопасность, и что правоохранительные органы будут как-то упреждать вот эти силовые акции. Что касается внешних процессов, то стоит напомнить, что есть 14 поместных церквей в мире православных, и они также будут решать для себя, что делать с новой поместной церковью. Конечно же, РПЦ не будет признавать новую церковь. Каких-то подобных решений или похожих на подобные решения можно ожидать от сербской, польской церкви или от того же антиохийского патриархата, который в Сирии. Но, как говорят украинские эксперты, скорее всего, большинство поместных церквей будут просто выжидать, куда ветер подует, и только где-то через полгода, через год начнут признавать новую поместную православную церковь в Украине. КОНЕЦ